Девушки отдыхают 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 яйцо. Можно еще добавить сыр, если есть. Накрываем второй половинкой, заворачиваем фольгу и кладем на нашу печурку. Теперь бы только хватило терпения дождаться, пока лесные бургеры приготовятся. Вкуснотище. В лесу не так уж и тяжело, если уметь наладить быт. Прогулки по дикой местности утомляют. Особенно тех, для кого это в новинку. Кайли наглядный пример. Похоже, она не в состоянии продолжать путь. Что ж, и на этот случай есть лайфхак. Потребуются две пары джинсов и веревка. Кладем штаны поясом друг к другу, вот так. Прорезаем отверстие и соединяем джинсы пластиковыми стяжками. А теперь берем веревки и пропускаем их через штанины. Гамак для уставшего туриста готов. Привязываем его к стволам деревьев. Ох, уже это поэнни. Снова залезла первой. Ну как же приятно качаться в гамаке на лоне природы. Отличная идея. Но все же не стоит забывать, что в лесу мы не одни. Вот Алекс, беззаботно гуляя по полянкам, вдруг встретился один на один с целым муравьем. Помогите! Алекс, ну ты даешь. Это просто маленький муравьишка. Солнце палило, теперь тучи стягиваются. Капает. Дождь начинается. А Кайли, похоже, вообще ничего не замечает. Она слишком увлечена маникюром. Зато Джейн беспокоится о более насущных вопросах. Как бы спички не промокли. А, вот тут-то и пригодится лак Кайли. Наносим его на головки спичек. Теперь они надежно защищены от промокания. Отличный лайфхак на случай непогоды. На природе как-то не очень заботишься о внешнем виде. Но эти следы пота в подмышках. Кому-то пора принять душ. Только как? Нет ничего невозможного. Берем пакет с водой и вешаем его на дерево. Покрывало можно использовать как шторку для душа. Проделываем в пакете несколько отверстий. И получаем настоящий душ. Ах, как хорошо. Вот это ноу-хау. Наконец-то и Алексу вернулись свежесть и чистота. Даже вдали от цивилизации не обойтись без гаджетов. Душа требует привычных развлечений. Ну хотя бы посмотреть какой-нибудь фильм. Ох, не вышло бы потасовки. Ведь желающих быть ближе к экрану слишком много. Ничего, сейчас устроим кинотеатр под открытым небом. Берем картонную коробку и лупу. Вынимаем линзу. А теперь берем канцелярский нож. И по контуру стекла вырезаем в коробке отверстие. Вставляем линзу. Вау! Теперь помещаем в коробку телефон. Проектор готов. Остается только дождаться темноты. Вот и ночь. Самое время залезть в палатку. Вооружаемся фонариком и проектором. Настоящий кинотеатр в лесу. Разве это не чудо? Прогулки по лесу с телефоном. Не гарантируют сохранность гаджету. Упс, упал в грязь с лицом. Может вот это поможет его защитить от внешних воздействий? Какая наглость? И не стыдно? Похоже, Кайли что-то не так поняла. Ведь Алекс ей просто предлагает сделать из защитного средства защитный чехол для смартфона. Идеальное прилегание. Теперь гаджету не страшны ни дождь, ни снег, ни другие атмосферные явления. Тестирование водой проходит успешно. Понравилась наша лесная история? Как видишь, если знать правила вживания, заблудиться в лесу может быть не так страшно. Какой из этих лайфхаков запомнился тебе больше всего? Напиши нам об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше интересных идей на канале Трум Трум Селект.